Дорогие друзья, ну вот наконец-то теперь мы становимся известными и на основе наших приключений пишутся уже рассказы и издаются книги. Вот главные герои сегодня вы, браво, аплодисменты! Аплодисменты! Вы, дорогие мои друзья, и наши северные рассказы. Ну и, конечно же, я подпишу. Замой наоборот. Да, наоборот. Замой наоборот. Как зовут Игорь? Да, Асокин, Асокин, и Квадратиков. 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 Генеально. Асокин, Квадратиков. Чтобы никто не догадался, что это песня о тебе. Александр сейчас подписывает следующим лицам. Да. Подписываем, да. Это Ростов? Спасибо. Ура! 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 А Григорий кто по фамилии? По фамилии у меня есть? У него там все есть. И история, и друзья, и остров, и приключения. В общем, все, что нужно нормальному путешественнику. Кстати, вот два путешественника на смену уже растут, я чувствую. Два стрельца. А где подпись? Это шла до фантастикой. Четыре и восемь. А прям там, 53 страницы, да. Это прям там внутри. 53, а почему 50? Ну да. А там до нас просто страница. Конечно. Ну да. Это же буквальное переложивание. Старик напишет, видишь, старик. Кто-то старик-то, ты что, гелезный? Резак. А вот это потом выяснит старик и выяснится Сашульчка. Прочти. Сашульчка тебе. Тоже старик. Два старика. Два старика. Закоренелых, северных. Так, но молодых душу. Ура! 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 Я сейчас привезтуху. Вообще рассказы философские в принципе они о смысле жизни и так далее, то есть там не столько о возрасте и все, а там переосмысление. Вообще много выйдет. Например, есть частичка воспоминаний твоих, Саш, где там интересный случай был, как Саша спас своего сына. И как будто он это пересмысляет уже, может быть, даже в конце жизни и так далее. Мариша, это тебе. Ты любишь грибы собирать? Браво, включите аплодисменты, Мариша. Это сегодня, это тебе. Вот это да, это просто фантастик. Вот такие грибы здесь растут. Мы будем собирать такие грибы. Покажи, какие огромные. А Мариша спрашивала как раз вчера гриба. Вот такие грибы здесь растут, да. Вот ты их будешь искать. Папа, еще дороже. Пош, извините, я буду эксплуатировать детский труд. Кто-то грибу полдит искать, да. Буду искать, буду искать. Мариша мечтала о такой грибах. Я мечтала. Я поднимаю, дорогие друзья, я поднимаю свой вот целый тост за наших прекрасных мужчин. Вот от Юлечки, от Лики, от Мариши и Маш наш. А у нас Маруся и Мариша, да. И Маша тоже по православию. 4,8 и 5,8, в общем, они висит, созвучно. Включаем музыку. За вас, дорогие друзья. О, музыка и музыка, хорошо. Так, Мишка. За вас наши мужчины, наши друзья, за то, что вы вдохновляете нас. О, я говорю, что-то как нам здесь налито. Что, Коли? У Коли нет. Теплый. Ты сам надо чуть-чуть подсолить. Я не солила. У тебя соль вот так, немножко открыть и чуть-чуть посолить. Коля, Коля, да. Да, да, привет, давай. Да, да. А, огурец, да. О, смотри, огурец. Все, я книжку убираю. А потом прочитаю. Я очень важный вопрос. Я просто начала рассказывать про произведения. То есть, видимо... Я думаю, что это не потворение по этому поводу какое-нибудь будет уместно. Ну, в общем-то, про творчество, наверное. А потом, может быть, какую-то музыку. Ну, вот мы все здесь с вами чем-то похожи. Творческие люди, интересные путешественники, у которых... У каждого свое творчество. Например, у Юли очень интересное, потрясающее творчество. Она разбирается в камнях. Это настолько замечательно. У меня до сих пор перит дома лежит. Я вспоминаю, как мы искали эти камни. Вот у всех свое. У всех свое вдохновение. У всех свое действительно волшебство в душе. Настолько интересно. Помните рассказы про камни? Я же потом целую книжку покупала. Смотрю.